Привет всем бравым Гардианам, настало время Ксура, и эти выходные могут заслуженно носить его имя, ведь произошло то, что взорвало мозг миллионам га... нет, я не могу так уже звучать, да. Но намек вы поняли, это не просто видос про червивого торговца. Ровно 5 лет назад на этот канал был залит первый ролик, в котором я неумело записал обзорчик на ассортимент Зура, на гарнитуру AirPods от айфона. Ни опыта в монтаже, ни в обработке звука, проблемы с интонацией, просто смешно и кринжово вспоминать то время. Одна вот эта фраза чего стоит? Так, что ты прячешь? Голохорн! Давайте еще раз. Голохорн! Сколько рофлов с этой фразой еще было, но я искренне старался изобразить удивление в мое оправдание, чего уж там. Заводил я канал за несколько дней до выпуска крупнейшего дона и любимейшего до сих пор The Taking King. Привет, бравые гардианы, с вами канал Трипл Вайк. Я тогда просто собирался рассказать новеньким, какие пушки норм. Формулировка идеи была именно такая, да. В итоге я рассказал уже чуть больше, кажется, на тысячу роликов и сотни стримов. Да, друзья, это случилось. Банжи решили раздать голохорны. Ммм, блин. За каких-то жалких 17 стричкоинов каждый гардиан сможет ощутить то самое чувство от использования этого легендарного ракетомета. До того, как его понерфят. А это случится уже через месяц. Напомню, что патч, который понерфит все ваши любимые пушки, выйдет уже 15 сентября. Эх, что-то не меняется спустя 5 лет. Страшилки про нерв любимых пушек. Господи. Примечательно все же, что даже несмотря на то, что столь мощная и любимая всеми пушка, как Голохорн, была занерфлена. Хотя, там даже не нерв был, насколько я помню, а по сути... По сути, Сансет, да, там то же самое, что и сейчас в 2020 году. Ограничили прокачку силы, вернее, технически вообще поменяли всю систему уровней и силы, и Голохорн стал непригоден. Так вот, даже несмотря на это, мы не вспоминаем о том, как поломали наше любимое снаряжение. А вспоминаем о том, сколько ярких впечатлений оно нам подарило в свое время. Хотя, конечно, спустя год Голохорн все же реюзнали и вернули. Куда без этого. Для дисциплини он добавит плюс 131. Ну и шлем на Варлока. Мастхэп для Трайлс оф Осайрис. Слайн Брионт на Мэзис. Почему для Трайлс оф Осайрис? Потому что у него есть перк на ускоренное воскрешение товарищей по команде. Что очень полезно. Ну и также восстанавливает здоровье от арбов и дает плюс 133. Забавно, конечно, то, как я читаю все эти названия, проговариваю статы. Ведь тогда все это действительно имело огромное значение. Показатели интеллекта и дисциплины. Идеальные билды на 5-5-2. Это все было просто идеалом для сбора, на который требовались месяцы. Вы можете обратить внимание, вот тут вот, что на шмотках прописан показатель Дефенс. Только олды помнят, как это работало. По сути, сумма всех чисел отвечала за стойкость вашего персонажа. В общем, блин, смешно все это, конечно, но именно глядя на такие вот видео, слушая все это, заметно то, сколько сил было вложено с тех пор в работу над каждым роликом. Помню, что в первое время я порой делал по несколько видео в день. Это было просто необходимо для старта. Хотя контента было в десятки раз меньше, чем сейчас. Поэтому мне смешно сейчас смотреть на комментарии и нытье, что контент кончился за неделю. Тогда были реально голодные времена до контента, но как-то выстояли. Короче, вы же знаете, что Destiny 1 я люблю больше Destiny 2. И стоит вам только попросить, я могу делать массу роликов о ней. Сейчас вот персонажа стал пересоздавать, да и сам признаюсь, иногда поигрываю в первую часть после того, как выключаю вторую. Знаете, что интересно было бы? Напишите в комментариях, есть ли среди посмотревших это видео те, кто подписан на мой канал все 5 лет. Или напишите вообще, как давно вы со мной. Мне дико любопытно. Но в любом случае, подписался ты 5 лет назад. Год назад или вчера. Я невероятно благодарен каждому, что мы вместе с вами выстроили такое огромное сообщество, просто на моей идее рассказать про новые пушки. Сейчас канал идет к 100 тысячам подписчиков, что тоже в голове не укладывается. Но давайте дождемся этого рубежа и тогда будем поздравлять друг друга с этим достижением. Тем более я мечтаю подготовить для вас нечто особенное, об этом напишу в описании. Из грядущих видео я уже монтирую большой ролик о звуке и музыке в Destiny по типу того ролика про дизайн. Я не собираюсь бросать серию видео по первой части и почти закончены подготовительные наброски по новому лор видео. Все в процессе, так что работаем и еще раз спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok